Вас приветствует команда «Видопульс». И через небольшой летний период мы наконец-то снова начинаем занятия по основам физиологии. Очень рада вас всех видеть. Надеюсь, у вас будет очень активный чат. С вами будет наш незаменимый, замечательный эксперт Елена Алексеевна Арчибасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной физиологии Новосибирского государственного медицинского университета. Хорошего вам занятия. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема вебинара, которая прозвучит сегодня, «Физиология почки и водно-солевого обмена». Прежде чем мы будем говорить непосредственно о физиологических процессах, которые происходят в почке, сначала давайте познакомимся немного. Познакомимся с анатомией, построением в целом мочеводелительной системы, а затем уже более подробно остановимся на анатомии почки. Итак, мочеводелительная система человека включает в себя непосредственно сами почки. Далее, это мочеточники, которые собирают мочу из каждой почки, и само название мочеточник несут мочу в резервуар под названием «мочевой пузырь». Моча некоторое время может накапливаться до определенного объема, и затем уже по моче-выделительному каналу или мочеиспускательному каналу моча выделяется из организма. Вот такой путь в организме проделывает моча. Процесс ее образования происходит в почках. Поэтому мы сейчас более подробно остановимся на структуре и анатомии почки. Итак, почка. Почка является главным органом всей мочеводелительной системы. Если посмотреть на нее как на анатомическую структуру, то располагаются почки в забрюшинном пространстве и находятся по обе стороны от позвоночника. Граница в среднем расположения почек, в которых выделяют верхний полюс и нижний полюс, находятся от уровня примерно 12-го грудного позвонка, это сверху, доходят до 2-го поясничного позвонка, это снизу. Но нужно сказать, что правая и левая почка, они находятся не на едином уровне. Правая почка располагается несколько ниже. Это связано с тем, что справа над почкой располагается очень большой орган, который называется печень. Итак, почки располагаются в капсуле, которая представляет собой соединительную ткань. И в норме почки со своей капсулой должны обязательно располагаться в жировой клетчатке. Наличие жировой клетчатки, в которых располагаются почки, обеспечивают им надежную фиксацию в забрюшинном пространстве. И если происходит истощение жировой прослойки, что наблюдается, допустим, при резком снижении массы тела, при кахексии, то фиксация почек нарушается, и наблюдается такая ситуация, которая называется опущение почек. Итак, почка представляет собой форму бобов, то есть такая бобовидная форма. Длина каждой почки где-то примерно до 12 сантиметров, ширина до 6, и если посмотреть на нее еще в толщину, то это где-то примерно около 4 сантиметров. Цвет почки такой бурый. Каждая почка весит примерно где-то 150-200 граммов. То есть вес незначительный. Несмотря на то, что почка обладает такими незначительными размерами, в нашем организме почки выполняют огромное количество функций. Вот здесь я привожу основные функции, которые выполняет почка. Давайте посмотрим на них. Первая функция, это, конечно же, выделительная, или по-другому она называется экскреторная. То есть за счет работы почек из организма выводятся продукты метаболизма. Это все компоненты, которые организму не нужны. Через почки организм от них избавляется. За счет того, что почка принимает участие в регуляции объема жидкости, отсюда выходят сразу несколько функций. Ну, прежде всего, это регуляция в целом объема крови и как следствие артериального давления. И мы сегодня немножко остановимся на одной из причин, их много, которые могут привести к повышению артериального давления, условленной как раз изменением, вернее, нарушением функции почек. Почки выполняют функцию по регуляции ионного состава, и мы сегодня это увидим, когда пойдем по всем отделам нефрона. Это обязательно регуляция осмотической концентрации плазмы крови. Это одна из констант, то есть параметров нашей внутренней среды организма, которая поддерживается строго на определенном уровне и выполняют это почки. Следующая константа очень важная. Это PH плазмы крови или кислотно-щелочное состояние. Нужно сказать, что это очень жесткая константа, который даже в небольших пределах приводит либо к ацидозу, либо к алкалозу, нарушение всех физиологических функций. Так вот, почка тоже стоит на страже хранения этого параметра. Почки осуществляют регуляцию эритропоэза. Эритропоэз – это процесс, ну, дословно, процесс образования крови, то есть синтез клеток крови за счет того, что почки осуществляют синтез такого вещества, как эритропоэтин. Почки принимают участие в процессах свертывания крови, регулируют обмен кальция, принимают участие в обмене основных нутриентов, таких как белки, липиды, углеводы, и принимают участие в выработке, ну, назовем пока это биологически активные вещества, такое общее название. Но сегодня с одним из таких биологически активных веществ мы с вами познакомимся. Итак, мы с вами обозначили все функции, которые выполняет почка. А теперь давайте посмотрим, какие же структуры выполняют и обеспечивают все эти функции. Итак, почка – это орган, который состоит из множества, так скажем, функциональных, морфо-функциональных единиц под названием нефроны. Так вот, нефронов в каждой почке находится примерно около 1 миллиона, ну, в среднем. То есть, миллион, миллион триста, миллион двести, в среднем миллион нефронов. И каждый нефрон выполняет свою, ну, так скажем, функциональную миссию. И если нефроны по какой-либо причине перестают работать, то, соответственно, нарушаются все функции почек. Итак, давайте пройдемся по всем отделам нефрона. Первый отдел нефрона называется клубочек. Сосудистый клубочек, другими словами. Или гломерло. Гломерло как раз и есть клубочек. Что же это за клубочек? Клубочек – это не что иное, как сеть сосудистых капилляров. И вот эти капилляры, они так плотно друг с другом переплетаются, что когда на них смотришь, то они как раз и напоминают клубочек. Так вот, клубочек или гломерло – это и есть сеть сосудистых капилляров. Капилляров, по которым протекает кровь. Итак, в каждый нефрон поступает сосуд, который кровь приносит. Этот сосуд распадается на множество мелких капилляров. Затем эти капилляры вновь собираются в один сосуд, который уже будет называться выносящий. Итак, гломерло располагается в таком образовании, которое называется капсула. Капсула – клубочка, по автору капсула Шумлянского-Боумана. Вот сюда, стрелка как раз красная показана, уже будет поступать моча. Но пока это очень сложно назвать мочой, которую, возможно, мы привыкли как-то в своей жизни понимать под этим словом. Значит, здесь будет поступать пока еще моча под названием первичная или ультрафильтрат. Затем моча двигается по другим отделам нефрона, которые уже являются канальцевым аппаратом нефрона. Канальцевый аппарат нефрона представлен дистальным, вернее, проксимальным канальцем. Вот он. Проксимальный канализ уходит в такой вот длинный, глубоко спускающаяся вглубь мозгового вещества почки образование под названием петля. И действительно, это образование напоминает петлю. Это петля Генли, у которой, у этой петли, вернее, выделяют нисходящий отдел и восходящий. Таким образом, моча проделает такой вот сложный, разносторонний, разнонаправленный путь. И после петли Генли выходит следующий отдел под названием дистальный. И уже из дистального канальца моча поступает в свой конечный отдел нефрона под названием собирательная трубка. Затем собирательные трубки выносят в почку, так как их, как мы поняли, примерно около миллиона. Они собираются в почечные чашечки, в почечные лоханки. Лоханки выносят мочу в мочеточники и далее по мочеиспускательному каналу. Таким образом, мы с вами посмотрели все структурные единицы нефрона, а теперь мы уже непосредственно будем говорить о том, что же в них происходит. Но перед тем, как мы начнем это делать, хотелось бы сказать, что почка – это особый орган нашего организма и нет другого такого органа, который бы не так сильно нуждался в кровоснабжении. Это, пожалуй, единственный орган, который получает обильный региональный кровоток и если кровоток по какой-либо причине будет нарушен, почка тоже перестает выполнять свои функции. И вот здесь на представленном слайде как раз и показано, что при абсолютно одинаковой массе двух органов – это почки и сердце – так вот по объему крови, которая приходится на каждый из этих органов из расчета минутного объема крови, то есть того объема, которое сердце перекачивает в одну минуту, так вот примерно 20-25% из этого минутного объема крови поступает в почки. То есть очень обильный, сильный кровоток. И мы сейчас поймем, почему именно этот кровоток обеспечивает процесс мочеобразования. Итак, в целом процесс мочеобразования включает в себя три этапа. Первый этап – это фильтрация, и название фильтрации клубочковая говорит о том, что он происходит именно в клубочке, то есть в гломеру ленифрона. Следующий этап – это реабсорбция канальцевая, значит, происходит во всех канальцах, но только в каждом канальце со своими особенностями. И третий этап – это секреция, тоже канальцевая, значит, со своими особенностями в каждом канальцевом аппарате. Начнем с клубочковой фильтрации. Вот здесь, довольно-таки в увеличенном формате представлен почечный клубочек. Вот она, приносящая артериу, или приносящий сосуд, по которому поступает кровь в почку, в нефрон. И этот сосуд, как вы видите, распадается на множество-множество мелких капилляров, и затем кровь вновь собирается и уходит в выносящую артериулу. Так вот, по клубочку, по сосудам клубочка протекает кровь. Точно такая же кровь, как протекает по всем другим сосудам нашего организма. Но в силу определенных особенностей, жидкая часть крови как бы проталкивается, выдавливается, а правильнее сказать, фильтруется из просвета этих капилляров уже вот как раз вот сюда, в капсулу. Это двухстенное образование, которое заключает со всех сторон клубочек. Значит, сюда уже будет поступать то, что мы будем называть первичной мочой. Можно задать себе вопрос, а что же заставляет кровь фильтроваться, то есть выходить с жидкой части крови, оставляя остальные элементы крови в кровеносном русле. Обратите внимание на различный диаметр сосудов, того сосуда, который кровь доставляет, и того сосуда, который кровь выносит. Диаметр разный, выносящий сосуд намного уже. За счет этого формируется одна из причин – разность давления, способствующая процессу фильтрации. Итак, вот здесь в более схематичной форме показано, как кровь двигается из просвета капилляров уже непосредственно в просвет капсулы, и основной движущей силой является фильтрационное давление, которое обеспечено во многом и зависит от того давления, которое находится в сосуде, приносящем, приносящем артериоле. Это артерион, другими словами, это капилляр. И если посмотреть на давление в капиллярах, а нужно сказать, что капилляры – это самые маленькие, самые тонкие сосуды нашего организма, то давление в них артериальное очень-очень незначительное. И минимальное давление в них может достигать 15 мм штутного столба. То здесь мы говорим о капиллярах почки. То в капиллярах почки совсем все по-другому. Давление в капиллярах почки составляет 70 мм штутного столба. Это очень высокое давление для капилляров. Это давление характерно для такой средней артерии. Вот такое высокое давление находится в капиллярах почечного клубочка. И, конечно же, в результате вот такого сильного давления, приносящего артериолы, и суженного диаметра, выносящего артериолы, и происходит фильтрация. Итак, что же фильтруется? Поступила кровь, а уже в просвет капсулы выходит первичная моча. Другими словами, это не что иное, как плазма крови. То есть, фильтруется, профильтровывается, правильнее сказать, плазма крови. Итак, что мы получаем на выходе? Что у нас получается в результате процесса фильтрации? У нас получается первичная моча, которую наш организм за сутки может образовывать до 200 литров. Сложно себе представить, да? Конечной мочи выделяем в среднем 1,5-2 литра, а первичной мочи организм наш образует 200 литров. И вот эта первичная моча, это не что иное по своему суставу, как плазма крови. Если мы говорим о плазме крови, значит, здесь точно нет форменных элементов крови, а это эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Они уже через фильтр в результате фильтрации не проходят, а остаются в кровеносных капиллярах. А также уже на первом этапе мочеобразования почка не пропускает в мочу поступление белка. Значит, нужно оговориться, крупномолекулярный белок не поступает даже в первичную мочу. Его там нет. Может профильтроваться мелкомолекулярный белок, но и он впоследствии тоже будет обратно возвращаться в кровь. Ну, если говорить про другие особенности фильтрации, то, соответственно, нужно сказать, что скорость, с которой фильтрует почка, она довольно-таки большая. Она составляет, как вы видите, примерно около 125 мл в минуту. То есть такая скорость фильтрации. 125 мл в минуту скорость клубочковой фильтрации. И именно по этому показателю также оценивают функциональные особенности работы почки. Итак, моче образовалось много. Скорость образования ее большая. В моче присутствуют практически все необходимые для нашего организма компоненты. Что же происходит дальше? А дальше наступает второй этап моче образования, который называется реабсорбция. Само название реабсорбция, приставка ре, ре говорит о чем-то обратном. Давайте пройдем по уходу нефрона. Вот она капсула, в которой сейчас находилась первичная моча. Теперь эта моча поступает в первый канальцевый аппарат, в первую структуру канальцевого аппарата. Это проксимальный канализ. Очень важный элемент нефрона. Почему? Потому что из этого отдела нефрона в организм обратно, что курия абсорбция. Это обратное движение веществ из просвета канальцев в кровеносное русло, в кровеносные сосуды. То есть у нас теперь в плазме крови есть много чего ценного. Есть белки, низкомолекулярные. Не может организм позволить себе терять белок. Это очень была бы великая роскошь. Поэтому белок вновь возвращается в кровоток. Не может организм позволить себе терять аминокислоты. Поэтому они вновь возвращаются в кровоток. Точно так же происходит с глюкозой. Поэтому ни глюкозы, ни аминокислот, ни белков в конечной моче в норме быть не должно. Так же здесь реабсорбируется, то есть подвергается обратному всасыванию определенное количество соли и воды. Если мы говорим про соль, то мы имеем в виду прежде всего натрий. Потому что процессы, которые происходят в почке, они в основном затрагивают те процессы, которые основаны на реабсорбции натрия. Итак, что же происходит по окончании и проксимальной реабсорбции? Полностью из мочи обратно в кровь реабсорбируются биологически активные вещества. Мы уже их назвали. Это глюкоза, аминокислоты и низкомолекулярные белки. Теперь, так как произошла реабсорбция воды и натрия, то есть произошло уменьшение объема, то, конечно же, если мы помним, что у нас на входе в проксимальный каналец было 200 литров первичной мочи, то тот объем, который реабсорбировался в проксимальном канальце, остаток после реабсорбции составляет теперь уже 60 литров. То есть нужно сказать, что проксимальный каналец выполняет колоссальную работу и возвращает в кровоток и биологически ценные вещества, и соли, и, конечно же, объем жидкости. Таким образом, экономия для нас воду. Не теряется она в виде мочи. И нужно сказать, что натрия и воды реабсорбируются совершенно в одинаковых количествах. То есть соль и вода уходят совершенно эквивалентно. В результате этого осматическая концентрация мочи не меняется. Нужно сказать, что осматическая концентрация мочи здесь составляет такой параметр, который равен 300 миллиосмолей. 300. Давайте запомним эту цифру, потому что мы к ней сегодня еще вернемся. И в плазме крови тоже осматическая концентрация 300 миллиосмолей. То есть в капсуле и в проксимальном канальце моча, будем говорить, изоосматична, то есть равна по своей осмолярности плазме крови. Но так сохраняется недолго. После того, как моча прошла через проксимальный каналец, дальше она двигается в петлю. Петля – это образование, которое глубоко уходит в мозговое вещество почки. И, соответственно, мы выделили в петле нисходящий отдел и восходящий отдел. И получается такой противоточно-поворотный механизм движения мочи. Но в чем особенности реабсорбции, которые происходят в петле Генли? Здесь уже вода и натрий реабсорбируются независимо друг от друга. А именно, в восходящем отделе петли Генли, вот он, он очень интересно анатомически обустроен, а именно таким образом, что через него происходит только реабсорбция соли. Вот здесь на картинке наглядно показано, что происходит только реабсорбция натрия. Что же происходит при этом в нисходящем отделе петли Генли? В нисходящем отделе петли Генли происходит исключительно, как вы видите, только реабсорбция воды. Значит, соответственно, вода, как растворитель, двигается по законам осмоса в сторону повышенного осмолярности, которую как раз и создает натрий, выделяющийся из восходящего отдела петли Генли. Давайте посмотрим, что же происходит с цифрами осматической концентрации. Вот перед нами представлена петля Генли. Вот оно, нисходящее коленце, вот оно, восходящее. Значит, из нисходящего, как мы сейчас выяснили, происходит реабсорбция исключительно только воды. А если мы из какого-то раствора солевого будем забирать только воду, в нем будет оставаться соль. Значит, соответственно, осматическая концентрация этого раствора, чем дальше, тем будет повышаться. Так и происходит в петле Генли. Чем глубже мы спускаемся по петле Генли, тем больше удаляется воды, осматическая концентрация становится все выше и выше и достигает своего максимума в коленце или на верхушке петли Генли. Но что же происходит, когда моча двигается в обратном направлении? А здесь мы сказали, что здесь происходит выделение исключительно солей. Давайте из раствора заберем соль и оставим там только воду. Удаление соли приводит к тому, что воды становится больше и значит осматическая концентрация постепенно разбавляется. То есть становится все меньше, меньше и меньше. И посмотрите, на входе она составляла 300, это та, так скажем, отправная точка, а на выходе она уже даже меньше, чем 300 за счет того, что такие происходят, так скажем, разные моменты поре абсорбции воды и соли. Ну, можно задать себе вопрос, зачем такие сложности, да? Значит, сначала осмолярность увеличивается, моча концентрируется, затем осмолярность уменьшается, то есть она разводится. Что в результате этого процесса происходит? А происходит то, что наш организм сохраняет воду, вода уходит в кровеносное русло, она не уходит в диурез, и поэтому диурез у нас не составляет ни 20, ни 30 литров за сутки. Экономится вода. Вот за счет того, что концентрирующий аппарат почки, к которому относится как раз петля Генли, устроен таким образом, организм наш экономит воду. Итак, подводим итог реабсорбции в петле Генли. В результате экономии воды на выходе из петли Генли остается всего лишь 20 литров объема, уже гораздо меньше. Если вспомнить, что вначале-то было вообще 200, потом 60, теперь уже 20. Еще раз подчеркнем, что нет никаких биологически активных веществ. Есть только соль, в которой осталось натрия примерно около 10%. Есть различные другие ионы, продукты обмена и все, что насекретировалось. То есть все, что попадает в почку помимо клубочковой фильтрации. И посмотрите, астматическая концентрация стала меньше. Итак, после того, как моча проделала такой вот длинный и извилистый путь, моча поступает в следующий отдел нефрона под названием дистальный канализ. Дистальный, потому что дальше. Вот он, дистальный отдел нефрона. Что же здесь происходит? Мочи уже не так много по объему, не в основном вода и натрий, но 20 литров это все равно еще многовато. Так вот, здесь происходит реабсорбция натрия. И нужно сказать, что здесь реабсорбция натрия осуществляется под контролем. Если в предыдущих отделах нефрона эти процессы происходили независимо ни от чего, то здесь, в дистальном канальце процесс реабсорбции натрия зависим и полностью подчиняется регуляции такого гормона, который называется альдестерон. Вот мы знакомимся с новым понятием, с новым гормоном. Это альдестерон. Еще раз. Альдестерон контролирует процесс реабсорбции натрия в дистальном канальце. Что же такое альдестерон? Давайте про него узнаем. Альдестерон – это гормон, который называют минералокортикоид. Само название минералокортикоид говорит о том, что он влияет на процессы, связанные с обменом ионов, в данном случае реабсорбцией натрия. Этот гормон, который выделяется железой внутренней секреции под названием надпочечники, а конкретно веществом надпочечников корковым, так как в надпочечниках есть еще мозговое вещество, и все наверняка знают, что мозговое вещество выделяет такие гормоны, как адреналин и норадреналин. Так вот, корковое вещество еще есть, и оно выделяет тоже массу очень важных гормонов, одним из которых является альдестерон. Итак, альдестерон, как мы видим, усиливает реабсорбцию натрия. Усиливая реабсорбцию натрия, он сохраняет натрий в кровотоке, то есть, получается, вернемся к предыдущей картинке, он забирает натрий из просвета почечного канальца, переводит его в кровоток, а мы с вами уже знаем, что если натрий, а это астматически активное вещество, это соль, переходит в кровоток, то вода, как растворитель, конечно же, потянется за натрия. Значит, опосредованно, вслед за реабсорбцией натрия, еще раз, реабсорбция натрия контролируется альдестерону, будет двигаться и вода. Таким образом, здесь происходит реабсорбция натрия и, как следствие, воды. А теперь, давайте познакомимся с очень важной схемой, в которой, как раз, принимает участие гормон альдестерон, то есть, так скажем, практическое применение, практическое действие этого гормона. Мы с вами вначале сказали, что почка это орган, который очень сильно реагирует и зависит от параметров артериального давления. Когда в организме снизилось артериальное давление по какой-либо причине. Снижение артериального давления. Почка это один из первых органов, который реагирует на изменение со стороны артериального давления и, как следствие, начинает испытывать состояние под названием гипоксия. И в ответ на это состояние начинает выделять вот такое вещество, которое называется ренин. Почка по латыни РЕН и вещество, которое она выделяет, называется ренин. Ренин поступает в кровоток. В кровотоке, сложная схема, находится вещество под названием ангиотензин-1. А вернее, в начале ангиотензин-1 даже не в этой форме существует, а существует еще в форме предшественника под названием ангиотензиноген. Почему предшественника? Потому что, если любое название вещества имеет свое окончание в виде ноген, то это всегда говорит о том, что эта форма неактивная, что это форма предшественника. Это белок, который синтезируется у нас клетками печени. Это происходит абсолютно у каждого из нас. Это совершенно нормальное явление. И ангиотензиноген, как белок, никакого вреда нам не приносит. Но когда в кровь выделяется ренин, то под влиянием ренина из ангиотензиногена образуется промежуточное вещество ангиотензин-1. Это такое промежуточное вещество, которое тоже не обладает никакими активными свойствами до той поры, пока на ангиотензин-1 не будет действовать вот этот компонент, выделяющийся клетками легких, а называется этот компонент ангиотензин, превращающий фермент. Само название говорит о чем? Что ангиотензин, превращающий фермент, влияет на ангиотензин-1 и превращает его в активную форму, то есть в ангиотензин-2. Все, в крови появилось вещество под названием ангиотензин-2. Вещество очень активное, действует в двух направлениях. Само название вещества ангиотензин, давайте разберем его. Ангиоз означает сосуд, тензин – давление, оказывает давление на сосуды. Значит, это вещество, которое обладает мощным вазоконстрикторным действием, то есть сосудосуживающим. Воздействие на рецепторы сосудов, в сосуды приходят в состояние вазоконстрикции и это один из механизмов повышения артериального давления. Но это еще не все. Ангиотензин-2 действует и в другом направлении, а именно он активирует вот это здесь схематично показывается у нас надпочечник. Вот он такой на разрезе имеет трехугольную форму. И вот как раз надпочечнике происходит стимуляция гормона нам уже знакомого альдостерона. Что же делает альдостерон? Альдостерон, как мы сейчас с вами выяснили, он увеличивает реабсорбцию натрия. Вслед за натрием увеличивается реабсорбция воды. То есть в кровотоке сохраняется большой объем, увеличивается объем циркулирующей крови, а любое увеличение объема циркулирующей крови способствует повышению артериального давления. Вот и замкнулся круг. Мы начали с того, что давление было снижено, но за счет изменения работы почки, за счет запуска этой сложной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, артериальное давление будет постепенно приходить к норме. И так работает тогда, когда сохранены все физиологические механизмы регуляции. Но когда эта система функционирования дает сбой, нарушается принцип ее работы, то нарушение работы этой системы может быть одним из механизмов развития артериальной гипертензии. Тогда, когда не произошло снижение артериального давления, оно абсолютно нормальное, но по каким-либо причинам почка выделяет ренин и запускается вся эта система, которая вот здесь представлена в виде схемы. Ренин влияет на ангиотензиноген, через ряд промежуточных форм появляется альдостерон. Альдостерон увеличивает реабсорбцию натрия, увеличивается реабсорбция воды, растет объем циркулирующей крови и, пожалуйста, это происходит стойкое увеличение артериального давления. Плюс не будем забывать, что ангиотензин еще является и сосудосуживающим веществом. Поэтому, ну, буквально в плане ознакомления есть группа препаратов фармацевтических, действия которых направлены на то, чтобы заблокировать работу ангиотензин превращающего фермента. Эта группа так и называется ингибиторы АПФ. Под влиянием этих препаратов блокируется этот фермент, а значит, не образуется активная форма ангиотензин-2, не происходит сужение сосудов, не происходит выделение альдостерона. Таким образом, мы связали работу почки, работу объема циркулирующей жидкости и вышли на очень важный параметр функционирования, такой, как артериальное давление. Следующий этап мочеобразования это уже завершающий этап. Вот, посмотрите, да, моча проделала все, так скажем, свои витки в своем движении, она прошла через капсулу, через проксимальный канализ, она прошлась по петле генли, поступила в дистальный канализ, который мы сейчас побывали, и завершающим этапом является собирательная трубка. В собирательную трубку поступает уже, ну, практически конечная моча, но ее еще довольно-таки много, но в собирательной трубке происходит исключительно реабсорбция воды. Вот здесь, может быть, не очень хорошо видно, стрелками показано, что из собирательной трубки забирается вода. Вода из просвета канальца уходит в кровеносное русло. Если, опять же, забрать из просвета канальца воду, это скажется на том, что уменьшится диурез. В результате чего этого процесса так и происходит. То есть, конечной мочи будет образовываться всего лишь полтора-два литра. Вспомним, да? А было 200 в начале. Но так как в собирательной трубке из мочи забирается вода, то есть, уходит растворитель, в моче остаются соли. Соли и продукты метаболизма. А если они остаются при уменьшении растворителя, это опять скажется на том, что произойдет увеличение осматической концентрации мочи. И она опять здесь достигнет своего максимума, который достигала в петле генли. Здесь было 1400, и по выходе из нефрона второй раз моча повышает свою концентрацию и тоже становится 1200, 1400 милиосмот. Итак, собирательная трубка, здесь осуществляется реабсорбция воды. Но реабсорбция воды осуществляется не сама по себе, а этот процесс тоже контролируется. Контролируется процесс этот гормоном другим, который называется вазопрессин. Второе название этого гормона АДГ или антидиуретический. Само название антидиуретический, дословный перевод против диуреза. То есть под влиянием этого гормона диуреза, то есть конечной мочи будет выделяться мало. Почему? Потому что вся вода, вся жидкость по объему будет из собирательной трубки, вот здесь более четко видно, обратно возвращаться в кровеносное русло. Итак, что же из себя представляет вазопрессин или антидиуретический гормон? Этот гормон, который вырабатывается у нас в головном мозге в железе внутренней секреции под названием гипоталямус проходит очень сложный этап, так как после своего синтеза в ядра гипоталямуса поступает в другую железу внутренней секреции. Это гипофиз и уже из гипофиза выделяется в кровь, а работает в почках в собирательных трубках. Основная работа усилить реабсорбцию воды, то есть сохранить воду, сохранить жидкость в кровеносном русле. Подводя итог тому, что мы узнали, пройдясь по всем отделам нефрона, хочется еще раз остановиться на таком процессе, как концентрирование мочи, потому что процесс очень важен. Давайте посмотрим. Вот он весь канальцевый аппарат нефрона. Вот указаны цифры астматической концентрации. Изначальное значение астматической концентрации мочи такое же, как у плазмы крови, 300 мл. осмот. В петле Генли происходит первое начальное концентрирование мочи до 1400 мл. Но это не окончательно. Затем астматическая концентрация разбавляется и даже становится менее астматичной, чем было изначально. Но затем, продвигаясь по собирательной трубке, под влиянием антидиуретического гормона, вода забирается и на выходе выделяется по объему очень мало мочи, но она становится очень концентрированной. И если сравнить две цифры, на входе 300 и на выходе 1400, то мы делаем несложный вывод, что моча у человека концентрируется примерно в 4 раза по сравнению с концентрацией плазмы крови. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы сохранить достаточный объем жидкости. Это нужно для того, чтобы организм не испытывал постоянное чувство жажды в результате постоянного обезвоживания и для того, чтобы он не терял воду в виде полиурии, повышенного диуреза. Иногда бывают отклонения, связанные с работой антидиуретического гормона, когда этого гормона выделяется недостаточно. И это приводит к такому заболеванию, которое называется несахарный диабет. То есть к патологии сахарного диабета, связанной с инсулиновым аппаратом, это не относится никак. Несахарный диабет назвали почему? Потому что одним из клинических признаков сахарного диабета является полиурия, то есть повышенная мочеспускание. Так вот, при несахарном диабете повышенное мочеспускание это основное клиническое проявление. В результате того, что антидиуретического гормона вырабатывается недостаточно, вода из собирательной трубки не возвращается в кровоток, диурез может увеличиваться до 20 литров в сутки, соответственно выраженная полиурия и такие пациенты постоянно пьют жидкость. Причина дефицит антидиуретического гормона. Итак, что мы имеем на выходе? Мы имеем на выходе конечную мочу 1,5-2 литра объемом за сутки с высокой астматической концентрацией. В этой моче нет ничего ценного, ни глюкозы, ни белков, ни аминокислот, ни форменных элементов крови. Мы сейчас говорим про вариант нормы. Если все это определяется в моче, то, соответственно, несложно понять, на каком этапе мочеобразования произошло нарушение функции почек. И в конечной моче содержатся все метаболиты, все вещества, которые подвергаются экскреции, от которых организм избавляется. Ну вот, зная все основные перипетии, которые происходят во всех отделах нефрона, буквально несколько слов про такую группу фармацевтических препаратов, как диуретики, или то, что обычно называют мочегонные препараты. Значит, что делают диуретики? Они усиливают процесс мочеотделения, то есть мочи выделяется за сутки больше. А за счет чего можно увеличить объем мочи? Ну, прежде всего за счет того, что давайте посмотрим, допустим, дистального канальца. Давайте не пустим натрий из просвета дистального канальца, а оставим его здесь. Куда ему идти? Он, конечно, пойдет с током мочи, но так как это натрий, это соль, он потянет за собой воду, и соответственно это приведет к тому, что увеличится объем отделяемой мочи. Точно также можно повлиять на процесс реабсорбции натрия и в петле, так называемая группа петлевых диуретиков. И есть еще группа осматические диуретики, те, которые повышают осматическую концентрацию вещества почки. Вот структуры нефрона, они находятся в так называемом интерстиции почки. Так вот, если здесь повысить осмолярность, то, конечно же, это будет усиливать по законам осмоса движение воды из просвета канальцев вначале в вещество почки, а затем в кровеносное русло. Таким образом, зная законы осмоса, можно увеличить осмолярность, то есть повысить осматическую концентрацию непосредственно той жидкости, которая протекает по канальцам, и тогда моча, вода, вернее, жидкость пойдет не в интерстиции, а будет вслед за осматически активным имуществом двигаться по канальцам и выделяться уже непосредственно из организма. Хотелось бы тоже буквально два слова сказать про детские особенности. Детские особенности наиболее так скажем заметны и функция работы почек отличительна взрослых и детей новорожденных и детей грудного возраста. В силу определенных особенностей, а именно это нечувствительность нефрона к антидиуретическому гормону, не сформированность рецепторов в нефроне. Дети не испытывают чувства жажды, нет такого чувства. Поэтому соответственно это может привести к тому, то есть если ребенок не получает достаточное количество жидкости воды, не молока, потому что молоко это является питанием для ребенка, именно воды, это может привести к дегидродации или другими словами к обезвоживанию этого ребенка. Точно так же в силу того, что не так активно работают гормоны и функциональные особенности нефрона, не такие, как у взрослого, поэтому если нарушать режим кормления, а именно давать очень соленую пищу, пищу, которая не сопоставима с возрастными параметрами, это может вызвать у ребенка отеки, так как вот эта соль, повышенная осмолярность задерживает жидкость в организме. Поэтому у детей очень большой осторожностью нужно относиться и к режиму кормления, и к режиму питья, к питьевому режиму. И завершающей частью нашего сегодня вебинара это, конечно же, хотелось остановиться на тех основных индексах аппаратно-программного комплекса «Ведопульс», которые помогут оценить функцию почек. Сегодня мы говорим в целом, в общем. Ну, прежде всего, это такие модули, как меридианы, баланс и, конечно же, недана. То, что касается модуля меридианы. Модуль меридианы это изменение по восьмому меридиану. Это восьмой меридиан почек в зависимости от разной ситуации. Мы сегодня, еще раз хочу сказать, не разбираем никакую конкретную нозологическую форму. Восьмой меридиан может находиться либо в состоянии истощения, как вот здесь на первом рисунке, либо находиться в состоянии определенного напряжения. Но, тем не менее, это должно навести на мысль, что имеются какие-то изменения со стороны функционирования почек. А еще более, так скажем, достоверную информацию можно подчеркнуть, если вот то, что мы увидели на вкладке меридиана, увидели изменения со стороны меридиана почек, в совокупности это сочетается с тем, что мы увидим на модуле Недана, а именно непосредственно во вкладке Субдоша, Субдоша именно по Капха, Маха Доши, это нужно обратить внимание на Аваламбака Капха. И вот эта сочетаемость признаков с одной стороны это меридиан почек, а с другой стороны это изменение Аваламбака Капха, это всегда должно наводить на мысль о том, что имеются изменения со стороны функции почек. Аваламбака Капха это можно так сказать главная Субдоша, которая объединяет в себя все жидкостные среды и соответственно Аваламбака может находиться либо в состоянии напряжения, либо в состоянии истощения. Следующая вкладка это та же вкладка Недана, но только теперь ТХАТУ. Что мы можем посмотреть на ТХАТУ? В самом начале когда мы перечисляли большое количество почечных функций мы сказали что почки обеспечивают обменные процессы таких микроэлементов таких ионов как фосфаты и кальций и поэтому сочетаемость предыдущих двух параметров с сочетаемостью ТХАТУ АСТХИ АСТХИ ТХАТУ да который как раз отражает состояние костной системы и сочетаемость АВАЛАМБАКа и НЕРИДИАНА по почкам тоже может натолкнуть на мысль о том что имеются изменения со стороны их функционирования вот здесь тоже привожу примеры когда АСТХИ недостаточно и АСТХИ находится напряжение ну и последняя это вкладка биоэнергетика которая как вам известно оценивает в общем биоэнергетический потенциал организма и локальное распределение по системам ну вот здесь в качестве примера приводится тот случай когда мощность энергетического поля в принципе да составляет 90% но если посмотреть на локальное распределение то в свете сегодняшней нашей темы мы видим что почки явно недополучают энергетических потоков да составляют всего лишь 2,6% если обратить внимание на то что допустим допустим со стороны желудка имеется явное напряжение но нас сегодня интересует непосредственно тема водно-солевого обмена вот пожалуй и все основные те критерии на которые нужно обращать внимание если вопрос ко мне нет то я всех благодарю за внимание так я открыла вкладку вопросы если показывает у одного и того же человека я отвечаю на первый вопрос значительное истощение канала почек то соответственно у нас есть 6 стадий заболевания по аюрведе пациент может и не испытывать еще никакого дискомфорта это будет уже четвертая как минимум стадия болезни если он будет уже на что-то жаловаться то соответственно мы можем дать пока только в общем какие-то рекомендации и обратить внимание на сочетанность может быть есть еще какие-то изменения второй вопрос Алексей если вы увидели изменения и эти изменения у вас каким-то образом подтверждены то есть вы четко знаете диагноз так как диагноз вы не вправе самостоятельно выставлять то конечно же лучше выбрать нозологическую индивидуальную нозологическую форму тогда это будет более точный подбор белок в моче может означать много смотря какой белок и в каком количестве либо это нарушение функции фильтрации а это наиболее сложная проблема со стороны почек это может быть причина но самая распространенная причина связанная с гломированием фрит если это мелкие формы белков то есть те проблемы которые связаны на уровне максимальной реабсорбции это могут быть проявлением воспалительных заболеваний почек допустим пила нефрита ну в почек в смысле животных почек употребления в пищу почек там содержится много различных микроэлементов биологически активных веществ только с этой целью нет это ничего не означает по поводу мочевой кислоты вообще никак а какая норма чего норма последний вопрос Елена какая норма показатели недавно должны находиться в пределах зеленой части спектра мы расцениваем это как показатели относительной нормы следующая тема будет через две недели мы как раз там и продолжим тему почек всем большое спасибо до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...